всем привет дорогие друзья меня зовут катерина и добро пожаловать на этот канал если вы здесь впервые может стоит подписаться сегодня мы отправимся в поистине великолепное путешествие в очень красивой местности где встречаются три озера одна из самых популярных гор здесь швейцарии называется она риги также на коры известная как королева гор позднее расскажу почему мы пройдемся по красивым высотам посмотрим на озера и впоследствии также увидим самую знаменитую гору здесь пилат увидим ее закате и проедемся на лодке по очень красивому живописному озеру луцерн и остановимся в обе рагере очень маленькая деревушка там отобедаем увидим очень красивый пляж с озера вернемся в город луцерн увидим очень потрясающий город с из воды из озера расскажу немножко о городе расскажу о горе риги и пилат будет очень весело начинаем свое путешествие с поезда на поезде мы поднимемся до пулю и оттуда уже будем гулять по вершинам этого прекрасного массива гор риги вообще этот горный массив альп расположен в центральной швейцарии весь массив почти полностью окружен водами трех разных водоемов озеро луцерн озеро цук и озеро лаурет с верхушки мы сможем видеть все три озера весь массив почти полностью окружен также двумя кантонами кантоном швиц и кантоном луцерн главная вершина вот на которой мы сейчас стоим риги куль находится на высоте 1798 метров и находится полностью в пределах кантона швиц риги кульм и другие районы также как и курорт риги кальтбад вот вся та территория которую вы сейчас видите это вся территория кальтбад она обслуживается старейшими гордыми железными дорогами европы рижскими железными дорогами в этом районе очень знаменитые разного вида активный отдых включая зимой катание на лыжах и на санях и вот такие пешие прогулки хайки если можно сказать летом ну а теперь немного о названии самого массива то есть название риги происходит оно от швейцарского древненемецкого языка риги в переводе это горизонтальная стратификация или горизонтальная полоса идея в том что очень многие горы имеют вот такие горизонтальные выступы скал которые напоминают вот такую стратификацию оттуда собственно и пошло название риги другая интерпретация также включает в себя regina mountium это такое более старое название или регину она упоминается впервые в 1350 году и в переводе reginium или regina это королева поэтому идет идея королева гор идет восемнадцатого века уникальное расположение реки этого массива сделала его очень известным местом для путешественников по всей европе в каком-то смысле это гора это гора пионер пионер ольпийского туризма потому что сама идея ольпийского туризма и возможность ольпийского туризма началась именно здесь еще королева виктория если смотрели мое видео по лизерне я уже королеву викторию там упоминала она кстати приезжала в лизерне ей очень понравился этот город она также приезжала сюда ее подняли на вершину в кресле седан да не меньше пешком она не поднималась что было бы лучше общество для здоровья скорее всего но что что мне это говорить я сама в общем-то на на поезде поднялась в 19 веке начались активное развитие этого курортного региона очень много спа-салонов открылась чем много было фешенебельных таких отелей особенно вот здесь в кальт баре и вокруг риги кульм время сейчас находимся ну что действительно дало колоссальный толчок туризму это вот именно строительство и завершением этой железной дороги арт риги на которую мы собственно сюда и прибыли в 1875 году которая позволила огромному количеству туристов с легкостью преодолевать эти нереальные просто километры которые пришлось бы преодолеть если бы вы решили подниматься в горы сами но скоро очень скоро я все-таки решусь и подымусь может быть на риге сама и я думаю что это будет гораздо более потрясающий опыт потому что если себя так изнурить окончательно когда вы подниметесь на гору будет совершенно другое впечатление от ее красоты уже такой будет такая чистая будет голова уставшая никакого мусора в голове не будет и можно поистине будет ощутить красоты этой горы ну а сейчас мы видим все на великолепный закат мы уже вернулись в лутерн и видим красоты любимицы этого города это пилатус и высотой 2132 метра подняться туда тоже можно по канатной дороге или пешком если есть желание следующий день путешествия мы пробираемся к маленькому порту проходим по красотам этого прекрасного города лутерн столица кантона лутерн центральная швейцария расположена на реке ройс и также у рукава озера лутерн северо-западного рукава название города произошло от бенедиктинского монастыря святого леотегара Луциария вот его полное название святой леотегар Луциария вот это Луциария Луциария что-то похожее вот собственно отсюда и произошло название этого города основан этот монастырь был в восьмом веке вообще изначально Луциарь был такой очень маленькой рыбацкой деревушкой вырос он в город был зафрахтован в 1178 году жители изначально были просто крепостными монастыря но после открытия перевала Сен-Гаттарт где-то в 1230 году Луциарий превратился очень важный торговый центр потому что он был на пути торгового пути между верхним рейном рекой и ломбардии в Италии таран в обе рагере это очень маленькая деревушка у озера очень классный ресторан мы здесь пообедали очень здорово очень красивое место очень красивый пляж вообще напоминает что-то экзотическую Азию бирюзовая шикарная вода я к сожалению была не одета для купания но очень многие купались очень так это манило очень здорово вообще если скучаете живете в Швейцарии часто бываете в Швейцарии скучаете по Таиланду не знаем Мальдивам не исключено что здесь будет впечатление не хуже морского очень многие швейцарцы вообще практически чуть ли не принципиально не путешествуют есть знакомые там 60 лет они живут всю жизнь в Швейцарии они кроме выезда там в Италию и во Францию и Германию нигде не были они не были на море и им как-то совершенно не нужно потому что у нас все есть зачем нам куда-то ехать в принципе после того как я путешествовала по Швейцарии но их можно понять действительно поистине все есть все что нужно вся красота уже уже здесь зачем куда-то ехать по озеру рекомендую непременно проехать действительно очень живописно как уже сказал название на свои берет от города Луцерн но окружен он четырьмя кантонами кантоном Луцерн Нидвальден Юрий и Швейц озеро наиболее красиво расположено почему он настолько живописно потому что расположено вокруг озера огромное количество гор а самыми известными являются естественно Риги на которой мы были она находится на севере и Пилатус на западе самая дорогая недвижимость в Швейцарии или входит в пятерку самой дорогой недвижимости она на побережье озера здесь очень фешнабельные отели как вот с 18 века начинали строиться 19 так они на сегодняшний день и строятся здесь а здесь также очень много популярных мест для проведения свадеб ну а сейчас мы подплываем к Луцерну это один из моих самых любимых городов здесь в Швейцарии у меня даже не получилось в одно видео уложиться с этим городом у меня два видео по этому городу поэтому если будет интересно посмотрите в описании будет линк на видео по городу Луцерн город действительно стоит вашего внимания почему есть смысл ехать именно в центральную Швейцарию если нет особенно времени много в Швейцарии то может быть есть смысл действительно посмотреть Луцерн Риги и Пилатус и у вас будет общее впечатление действительно живописности и красоте Швейцарии этого будет достаточно для того чтобы понять о чем собственно Швейцария вот но на этом все о чем я хотела поделиться с вами сегодня спасибо огромное что досмотрели до конца спасибо также что поддерживаете напишите пожалуйста в комментариях что понравилось что не понравилось всегда интересно знать мнение публики поставьте лайк пожалуйста если понравилось видео для любого контент крейера до бальзам на сердце подписывайтесь ну и до скорых встреч